Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Канясь, сегодня у нас битва замков и видео, не знаю, для вас, возможно, оно не будет нести никакой смысловой нагрузки, потому что, по сути, буду заниматься тем, чем вы занимались, грубо говоря, сейчас, ребята, то есть вы все прокачивали нового эпик-героя, и сейчас мы вместе с вами, ребята, этим и займемся. Но сначала берете, усаживайтесь поудобнее, чтобы вам хорошо было, вы могли расслабиться, познать дзен, не забудьте, да, то, что у вас на столе должны быть пельмени, вкусные какие-нибудь помидорки, еще что-нибудь, чаечек там, все заваривайте, и будет все хорошо. Про княжеский лайк, дружище, не забывай, и не забывай, что у нас с тобой общая цель набрать на канале 200 тысяч подписчиков. Ладно, я нахожусь на аккаунте Веслоухий, на каком я еще могу находиться аккаунте, потому что это мой единственный, грубо говоря, аккаунт, ребята, сразу же, да, все, кто хотят, чтобы я у них паролил, ребятушки, наберитесь терпения, я человек, у меня тоже есть, не знаю, какие-то дела, и я их должен выполнять, и я не могу взять и сразу всем успеть все паролить, потому, пожалуйста, потерпите, пожалуйста, очень, очень вас прошу. Так, что у нас, сила лям 96, расчехляем место, расчехляем место, ну, за 50 самоцветов, давай сразу еще одно расчехлим. У нас появились свободные места, это значит, это значит, друзья, что мы сейчас возьмем и распакуем нового героя, посмотрим вообще, что из этого выйдет. У нас это, по сути, эпик герой, давай открываем его. Добавилось 5 сил, слушай, мне нравится, мне нравится эта анимация, ребят, анимация прям вообще огонь. А дальше, поздравляем с получением эпического героя, давайте узнаем о его особенностях. Так, заходим сюда, оп, сюда, сюда. Смотри, даже несмотря на то, что он там первого уровня, по сути, по сути, друзья, он сразу впереди списка всех героев, ну, потому что это новый герой, да, типа. Так, окей, эпический герой может взять в помощники до трех героев другого класса, герои-помощники должны принадлежать разным фракциям, помощь героев также увеличивает атрибуты эпического героя. Реликвия является определяющим фактором для эпического героя, разблокировка реликвии значительно повышает атрибуты. Ну что, только герои других классов и фракций могут помогать эпическому герою в битве. Помощь героя дает эпическому герою бонус к атрибутам, здесь вы можете просмотреть различные бонусы к атрибутам, окей. А, пожалуйста, выберите помощника. Ну, не знаю, давай сначала мы поставим, ну, к примеру, ассуру я не пользуюсь. Дальше, кого еще можно поставить? Ну, не то, чтобы не пользуюсь, я просто на первое время, а потом-то я буду смотреть. И давай еще кого-то, не знаю, давай, господи, Влада Дракулы. Так, улучшение атрибутов, да, тут что-то у нас 2% с эпического героя без эволюции, 2 эпического героя с двумя эволюциями. Ага, это, это, типа, чем больше эволюции, тем больше бонусов идет от атрибутов. Ну, типа, 39 тысяч хп, так, точность тут. Ну, это все фигня, ладно, это все фигня вообще. Да, подожди, так, давай вместо него, кого мы можем вместо него такого поинтереснее может поставить, да, кого, кто у меня может быть с атрибутами более хорошими. Ну, каких-то, знаешь, там новых героев тоже, блин, братец, не хочется ставить. Не хотелось бы этого делать, но тут, по сути-то, на Ронина могу поставить. Да, и в игре я смогу, у меня Ронины повторки есть, в игре, значит, я смогу использовать. Здесь я могу поставить, ну, не знаю, там, господи, кого лучше-то? Кого лучше-то поставить? Что-то по-новее такое, где у меня что-то там есть на Ронина, а фиг его знает. Посмотрим, посмотрим. Ну, допустим, допустим. Давай его Горгула, а тут из красных, из красных Берсерка, нет. Ну, да, Фобоса. Фобоса, Фобоса. Ну, хотя, опять же, нет, давай не Фобоса, давай не Кросса. Вот, теперь улучшение атрибутов. Ну, не сказал бы, что тут супер разница большая, ладно. Дальше. Тут у нас прокачка. Открыть обработку на десятом. Открыть обработку? Окей. Реликвии являются особенностью эпических героев. Да, ребята? То есть, теперь нам нужна целая куча повторок. И все, и дальше, видишь, я качать не могу, потому что нету повторки. Ну, окей. Дальше заходим, грубо говоря, сюда. И давай мы умение сразу на максимум прокачаем, насколько мы можем. Кстати, избавимся от гавнокарточек героев. Так. Вы там можете в комментариях написать, на какой уровень вы там прокачали в этой обработке, или как это теперь там называется. Ммм, да. Есть. Нет, не есть. Вот теперь точно есть. Да. Десятый уровень, типа максималка. По поводу таланта. Блин, я что-то, слушай, я даже перед видео что-то об этом и не думал. Наносят десяти случайным героям противника урон в размере, уменьшают их атаку на 27% в течение 15 секунд. Друзья, я бы ему вообще новый талант, наверное, поставил, да, потому что он урон, по сути, будет хорошим наносить. Ему плюс защиту. Герой получает на 40% меньше урона, когда атакован шанс. Хотя он и так на 40% меньше урона получает. Ну, вообще, наверное, надо, чтобы он жил. Меня хер его знает. Слушай, давай посмотрим, что там первое упадет. Там такого интересного. Да, видишь, у нас тут он сразу со скилом. Фото со скином. Давай. Что у нас тут интересного выпадет, то на первое время и поставим. Дальше, конечно, уже будем думать, там, решать, что ему ставить. Ну, и, конечно, вопрос большой, что он сможет делать сейчас без эволюции. Так, давай, талант какой-то, замедление, нет, это все не то. Стойкость, наверное, пока тоже нет. Каменная кожа, конечно же, нет. Гнев, до свидания. Оживление, ну, тоже, наверное, нет. Не знаю, Огненку какой-нибудь или новый талант, или, не знаю, проклятый доспех, священный огонь. Вообще, вообще, в принципе, в принципе, наверное, было бы прикольно священный огонь, потому что там ему ХП добавляется. Ну, давай посмотрим, блин, Огненький. Ну, как бы, типа, судьба ставить попсовый талант, ребята. Ну, опять же, это у нас только на первое время. Дальше будем смотреть. Можем питомца сразу поставить, какого-то нового. Кстати, подожди, нам тут на халяву ничего не дают? За один самоцвет, к примеру. Нет, на халяву тут ничего не дают. Ой, ладно, ладно. Так, слушай, ну, красиво, красиво это все выглядит. Давай пока вот это вот поставим дуру. Руны. Понятно, мы ничего не можем сделать. Давай, улучшаем навык. Добавить опыт. Давай, полетели. Усовершенствовать. 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 Ну, в коем-то веке у нас прокачка пройдет быстро, потому что мы не можем сделать, ребята, эволюцией. Это грустно, с одной стороны. Ну, с другой стороны, необычно. Вроде, я говорю, хочется бомбить с этого всего дерьма, да? Но потом ты такой, блин, вроде бомбить хочется, а вроде интересно, понимаете? Такая непонятная ситуация. Не знаю, там, пишите в комментариях, что вы думаете. Так, это мы сразу расчехляем. Да, мы можем просвет качать, я думаю, да? Как и всем героям руны. Просвет про него-то не забываем. Сотку-то мы здесь сможем прокачать. Ну, мы и прорыв даже ему сможем, по сути, прокачать. Мы и прорыв ему сможем прокачать, друзья. Да, правда, конечно, ресурсов у меня нету. Но мы сможем. Ну, типа, если бы у меня были ресурсы, я, конечно, да, я бы ему, ёпта, прокачал бы там по полной программе. Давай, двухсотый уровень. Атрибуты. 168 тысяч здоровья. Плюс 225 тысяч. Ну, как бы, уже, уже, уже неплохо, друзья. Сейчас мы долбанем быстро ему просвет на максимум. Так, сколько нам по времени это придется интересно делать. Так, максимум. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, 73. Дальше. Вообще, главное, чтобы у меня синих кристаллов хватило. Потому что с этим, конечно, могут возникнуть определенные проблемы. Потому что я уже не помню, сколько у меня их там осталось. Ну, а, во, уже тут нормально. После 80-го просвета требуется этого добра. Мне даже страшно смотреть, сколько у меня их осталось. Еще 23 миллиона, пацаны, живем. Живем, пацаны. Нормально, вперед двигаемся. 93, окей. И... И еще, друзья. Так. Так. И давай, руны, просвет. Ну, все, максимальный просвет. Давай его, не знаю, сделаем полностью, что ли, на защиту. Ну, пока что так, ребят. Это, 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 это все. Это пока что все. На первое время, да, ребят? Кстати, о девочках и мальчиках. О девочках. А, подожди, давай я ему сначала поставлю воодушевление. Господи. Господи. Давай поставлю воодушевление. Посмотрим, у него есть автопрок или нет. Снаряжение. Ну, ну да, я его аугментировать не могу. А, я ему, смотри, могу судьбу прокачать. Не сильно, конечно, много, но могу. И, по сути, по сути, возможно, мы сможем сделать одиннадцатое умение. Так, подожди, что мне там не хватило? Значков подсчета или что? А, золота не хватило. Ёпта. Золота не хватило. Так, окей. Есть. Так, я, наверное, побоюсь сказать, что я рассматриваю этого героя как такую, знаете, самостоятельную единицу. Ну, если учесть тот факт, что он там блочит... Нет, шестнадцатый. Шестнадцатый уровень, да, то есть... Десятый умение. Но если рассматривать тот факт, что он блочит других героев, то, блин, это неплохой такой саппорт, мне кажется. А что? Ну что, мы ему вроде прокачали все, что могли. Нет. А что, подожди, стоим. Что, прорыв нельзя прокачивать? Что-то я не понимаю. Ну, двухсотый уровень. Или надо, чтобы прорыв прокачивать, нужна эволюция. У тебя есть прорыв, друг мой? А, видать, да, мы ему прорыв прокачать пока не можем. Ну, наверное, значит, прорыв все-таки не с двухсотого уровня, а после эволюции. А, видите, все время, знаешь, привык на вторую эволюцию качать с героев. И как-то не... И как-то не обращал внимания без эволюции. Если прокачать с героев на двухсотый уровень, можно ему прорыв-то долбить? Или нельзя? Ну, вот. Так, ну, ладно. Так, давай. Заходим. Куда-нибудь. А, мы же его даже не поставили. Мы его даже не поставили. Вообще, надо всех снять. Так, всех убираем. Так, и его ставим. Так, мастерское подземелье мы прошли, когда видео про обновление снимали, да? Вот мне интересно, автопрок работает у него или нет? Потому что что-то в прошлом видео про него я не обратил на это внимания. Слушай, вроде работает. Подожди, а что он сразу-то включился? Ну, что, сразу так энергии накинуло? Я это туплю. А, ну тут его сразу трахнули. Ну тут ладно, понятно. Королевская битва. Королевская битва. Королевская битва. Так, убрать. Ставим этого малыша. Так, слушай, ну, скин, конечно, прикольно выглядит. Такой, типа, блядь. Брательник Влада Дракулы. Пришествие демонов. Ну, ты что, такой еще хер не видел. Ну ладно, это, подожди, это все ерунда. Королевская битва. Не, ну давай, не знаю, на это нападем. А ты, блядь, я хер пойм... А хер поймешь, короче. Ни хера. Вы там, блядь, в комментариях, если что, напишите, пацаны. Я вам всем верю. Тут его сразу выкаблучивают. Ёпта. Ёпта. Ну, допустим, ладно, давай я ему поставлю героев на помощь. Во-первых, короче, хер я убираю с моего удушевления. А, подожди. Че я туплю-то, а? Ёпта. Вот я тупой, а? Господи. Где он? Так, герой. Так, это я не могу поставить. Смотри. Алтарь героев. Снова ставим. Эмблему. Эмблему воодушевления. Эмблему воодушевления. Эмблему воодушевления. Так, и, допустим, мы даже можем, знаешь, поставить вот эту вот штуку. Не знаю, тут сердцеедку. Быстро начать. Там кто-то пишет. Где он, бля, вообще стоит? А, он здесь стоит. Ёпта, ясно. Так, мне это не устраивает. Давай сюда ставься. Вот. Так. Серцеедка давай начать, допустим. 10. Короче, нихера все равно непонятно. Ладно. Ну, давай подожди. Пока я воодушевление уберу. Мы поставим ему что-то на защиту. Ну, потому что, как бы, он без эволюции. Он без эволюции. Ему сложно, бля. Ну, пацану сложно. Давай ставим ему девятое воодушевление. И ставим, к примеру, там, Зефирика ставим. Не знаю, Фрэнки поставим. Ой, да кто ж мне там все пишет-то, а? Дальше. Лису поставим. Кого еще можем поставить? Мисс Магиа. Мастера Рун. Там все, понятно, собраны через задницу. Но. Как бы, мы посмотрим, он вообще в толпе героев будет каким-то образом выживать без эволюции или нет. Ой, не знаю. Всех выпускаем. Так. Ну, как бы, его... Типа. Его удароспособность, как у Фрэнки, грубо говоря. Ну, у меня сейчас тут не все герои вообще в целом удароспособные, да? Вот так вот просто тупо на кого-то высаживаться в современных реалиях игры. Но, как бы, да, откисает он быстро. Но, типа, сейчас на всех молодых аккаунтах это прям вообще герой огонь. Ну, не знаю, пока что у меня такие впечатления. Будем смотреть дальше, будем думать, будем там его ковырять. По сути, что у нас по осколкам, да? Мы прошли эту новую подземку. Я получил 34 осколка данного героя. В день, в день, в день, в день, сколько это? Ну, допустим, в день по 30. В день по 30. И, ну, как бы, нормально. Там дней 6 я точно его получу. Да, повторка уже будет первая эволюция. Ну, как бы, дофига вопросов. Пока как-то так вот. Судя по донату. Вроде еще этого добра не продают, да? Ой, 16 карточек дают. Пока этого добра не продают. У нас еще пойти турнир героев. Давай войдем, выйдем. И я думаю, что и в парящем острове этого добра тоже нету подарочки от Авиара. Фонтанжела. А, ну и вообще парящего острова нет. Но я надеюсь, в следующем парящем острове там уже что-то будет. Ну, как бы, там будет, наверное, донатный герой. Короче, вот такое вот видео. Всем огромнейшее спасибо, кто досмотрел до конца. Всех целую. Всех люблю. Спасибо за лайки. Короче, прокачал его, епта. И давайте будем играть. Чао.